Ура! Мы въезжаем в Краков спустя 16 часов! Я не поняла, где Фишемераи? Они хоть в курсе, что она приезжает? Не можем найти отель. Точнее, мы немножко не там свернули. Наш турман чуть-чуть подустал. Всем привет! С вами снова неугомонная Монро. Я поспала буквально один часик, перевела дух с дороги. Ехали мы 16 часов, 4 часа стояли на таможне. Такое не совсем приятное. Короче, доехала, поселилась, накрасилась и еду на концерт своей любимицы. 13 лет я ждала ее в Европе и наконец-то дождалась. Верьте в свои мечты, мечтайте. Ой, темно-то как. Сейчас я узнаю, где останавливается мой трамвай. Ага, выход тут. О, велосипед, велосипеды. Концерт будет проходить на арене, которую построили в 2014 году специально. Ой, как ждут выйти, слушайте. Подождите. А, замок сейчас. Мама дорогая. В общем, туда еще нужно ехать. Самый удобный вид транспорта. Так, можно свет включить? Самый удобный вид транспорта в Европе это трамвай, автобус или троллейбус. Ну, троллейбус редко ходит. В основном трамвай. Короче, бегу на трамвай. Подождите, что темно так? Эта экономия электроэнергии к хорошему не приводит. Сейчас у меня три ключа. Теперь поймешь, какой из них. Ой, ага, вот это все, поняла. Итак, путешествие в Кракове начинается. Сейчас я хочу узнать. Сейчас никого нет, я хочу узнать. Вообще, вышла в Кракове и услышала сразу русскую речь. Безобразие. Мне нужен первый трамвай. Я помню, все трамваи останавливаются на центральной площади возле вокзала. Иду туда, туда, туда. Сегодня, кстати, понедельник. В Польше вообще-то рабочий день. В Кракове я третий раз. Первый раз была здесь на такой вот быстро обзорной экскурсии. Я решила поехать по Европе в автобусном туре. Не рекомендую. Нет, как сказать, рекомендую. Конечно, дешево и сердито. Я умудрилась посетить Краков. Затем попала на три дня в Прагу. И все это обошлось мне в 140 евро. Вообще, копейки-то с приездом. Второй раз я уже ездила сюда самостоятельно, с подружками. Сейчас спрошу девочке про первый трамвай. Вот она может знать. Боже, если бы я еще знала английский. Это вот позор просто. Не могу даже спросить. Стыд срам. Я баба языкатая. Мой язык доведет до Киева. Можно кому-то спросить, кто знает украинскую мову. В общем, я как всегда, вместо того, чтобы заранее проложить маршрут, плацала по городу и узнавала людей, где мои трамваи. В итоге встретила девочку, которая тоже едет на концерт. И ориентируюсь на нее. Проезд трамвай стоит 3 злотых 80 центов. Умножьте на 7. Я надеюсь, Марая начнет не ровно в 19.00, а немножко задержится. И я спокойно. Мы все вместе. Все отключаюсь, потому что меня уже смотрят люди. Такой себе же домер, правда? Уезжаешь за пределы центра. И сразу попадаешь в социалистическую реальность. И тревая ходит за минуту, что нас уже не радует. Я так поняла, что я не одна. Вообще думала, на концерте будет 3 фаната. А оказывается, здесь вся молодежь. Никогда бы не подумала, что поклонники Марая Керри такие молодые. Мальчика встретила. Девочек. Такие все модные. Джинсики в обтяжечку. Слепоны. И я, старшая сестра. Древний фанат со стажем. Боже, сколько у меня стаж уже. Впервые я ее полюбила, наверное, в 1996 году, когда вышел альбом Music Box. Или же Баттерфляй. Я уже и не помню, честно говоря. Приятно радует, что буду в компании молодежи. А не старперов, как на Кали Миног. Ну, как всегда, гей-парад. Вот эти вот гей-коны. Мне кажется, здесь самая нарядная. Как-то люди, что такие уже пастые все. Я буквально недавно вела один семинар. И там были представительницы профессии. Мастер перманентного макияжа из Польши. Ох, это же заводные девчонки. Вы знаете, с первого моего слова так активно поддерживали. Такие эмоциональные. Ой, пьют как много. Мне кажется, поляки бухают. О, вот она красота. Ильдива рекламируют. 31.05. Помните? Та-та-ра-та. Та-та-ра-та. А нет, Unbreak my heart. Marlon 5 приезжает. Ой, все. Я эмигрирую в Польшу. Хочу на концерты ходить. Ну, смотрите, какая красота. Та-та-та. Ты известна? Ты красивая. Спасибо. Ильдива рекламируют. Оценили мои шуты. Ты известна. Известна. Да, вот такая вот арена. Таурон. Помещает 18 тысяч зрителей. Вот она, вот она горячая точка. Я успела. Я доехала. Так, Ильдива, спасибо. Новый 31.05. Сегодня вечер. Мираи. Ой, ну, в общем, все накупили себе мобильных телефонов. Делают в селс. Все такие модные. Прямо не подойди. Ой, а как же так понять, куда идти? Ну, сейчас разберемся. Если я разобралась с трамваями, то я уж обязательно разберусь со своим местом. Хочется писать и кофе. Такое впечатление, что где-то на Таймсквер. Киеву очень не хватает такой арены, где можно проводить различные соревнования, чемпионаты, а также концерты мировых звезд. Но в ближайшее время, мне кажется, к нам не доедет никто, кроме Макаревича. Печаль. Ну, реальность. Ладно, че ж там печаль. Делаю обязательные селфи и иду в зал. Пока. Так, заходишь. В списке неравилетиков. Все, я спокойно, внутри. Так, все, идем за кофе. Интересно, во сколько начнется концерт? Так, селена продукция. Ага, файболочка за 130 злотых. Умножаем на 7. Думаю, я ехал. Смотрите, какой красивый влогбук. Ой, 80 злот. Так, что у нас дальше? Гардероб. Гардероб, ой, а у меня В, у меня В8. Так, потопала я на В8. Потопала на В8. Восемь. Ой, так вот дугами пахнет, блядь. Жрать хочу, умираю. Фу, ну что ж я ругаюсь. О, это VIP. Вот есть VIP-сектор. Видите, VIP. К сожалению, сегодня я не VIP. Полиция. Опять же, люди-люди. О, афиши. Приезжал Робби Уильямс. Сандра и Томас Андерс. Я почему-то думала, что Modern Talking приезжает только в постсоветские страны. Типа Россия, Украина, Белоруссия. Оказывается, и в Кракове они тоже популярны. Точнее, в Польше. Слушайте, люди такие перепуганные. Как будто я из Украины не уезжала. Неужели они таких камер никогда не видели? О, а, это кто? Товарищи, боксеры. О, а там Джон приезжал. Здесь и теннис происходил. И Марк Нопфлер. Кто-то еще. А мне, наверное, уже наверх подниматься на Б, наверное, да. В общем, концерты удерживаются. Это-це. Кафе-кафе. Виолетта. Виолетта-виолетта. Вообще, как можно было назвать артистку? Виолетта. Виолетта-два-ниу-етта. Баскетбол. Ну, я же круг сделала. О, начинают уже пускать. Смотрите. Скорпионс. Слэш. А-а-а, Кати Перри. Я так мечтала поехать на концерт Кати Перри в Будапешт. Но что-то у меня не сложилось. Такое впечатление, что умирая только что закончила саундчек и будет садиться на грим. Дай бог, чтобы это действие началось хотя бы в полдевятого. Потому что у нас на полодиннадцатого заказан стулик в Вавеле. Ну, не в Вавельском замке, а в кафе под Вавелем. Так, где я сижу? Надо каким-то образом попасть в вип-сектор. Слушайте. Вы покупаете себе специальный билет, в который входит подарочный набор. Такой вот пакетик симпотный. Смотрите, какой пакет. Раз. Такой стол, прикрыт бархатом. Ой, польские богачи купили билеты на Мраю Кири по 500 долларов. Я вообще сижу, оказывается, на втором этаже. Прямо грустно стало. Я, наверное, успею поспать до начала. I get my phone. Духая. Нет, молодежи мало. Публика, в основном, взрослая. Наверняка влюблялись под песни Морусики. Слушайте, это какая-то шутка вообще. Зашла никого нет совсем. Просто никого. Вот я и контролер. Я начинаю пугаться. Тут и сектор вип, и красная дорожка. Посмотрите, какое покрытие мягкое. Ну, какой-то сюрприз подготовила мне. Мой директор, которая выкупала этот билет. Вообще никого. Только девочки стоят и всё. О, мой сектор B08. Тут ложи, что ли? ESB8 мой. И кафе собственное, смотрите. Кружись не хочу. Вот вообще вся арена моя, я её выкупила. Мирай, выпей для меня. Hello. I would like one cappuccino. How much? Сейчас. Чук. Угу. Ой. Упс. Так выпила cappuccino за 70 гривен. Спасибо, сказала. В общем, я так поняла, на втором этаже VIP-зона, а также сектора. Сектора, в которых самые удобные места. Девочки модельной внешности. Чаёчек тут приносят прямо вам в ложу. Чувствую себя в VIP-гостей. Какой-то Светланой Сургис. Я хоть Светлана зовут. Всё, захожу внутрь. Нет, это женщина, конечно, по-моему, она бухая. Хамка. Я ей подняла вещи. Она мне даже спасибо не сказала. Гори в аду. Друзья мои, на часах 19.49. Публика очень медленно сходится. И мне повезло, наверху VIP-зона сидят местные олигархи. Со своими женами, фронтовыми подругами. Блядей не видела. Пьют красное вино и что-то кушают. Думаю, может постучаться и присоединиться. Сцена так скромненько оборудована. Зал, зал, зал. Партер, видите, там школа нет, а все сидят. Ну, Марайя поют. Что-то мне под неё танцевать. Угу. Что-то как-то народу маловато. Надеюсь, ещё поднабегут. Надеюсь, Марайя Керри не приплюнет Мадонну, не заставит нас ждать 4 часа. Я не выдержу, засну. Пока что какой-то разогрев. Вообще звучат песни Кали Минут. Люди, люди, ребяти, люди, люди, садитесь, собирайтесь, прощай нас. Не прошло ещё полгода, наконец-то музыканты изъявили желание выйти на сцену. На часа около девяти. Кстати, польская воляка весьма осведомлена и не приходит на концерт времени, который указан на билет. Вот только к девяти вечера зал практически заполнен. Ну, партер, первый ярус и второй. Потому что вы готовы? Я вся трепещу. Хотя, вы знаете, так устала, хочется спать. Но я ждала этот концерт и, надеюсь, умираю в голосе. Оказываю вам. Очень удобный обзор. Вообще, всё как на ладони. Если камера немножко отдаляет, на самом деле всё намного ближе, чем вы думаете. Девочки, внизу уже по второму бокальчику Шандарахмали. Что-то трезво сидит. Во, я бы сейчас тоже вышла, ловинишка белого. Ну, что у меня будет сидеть интересный молодой человек. Когда она с женщиной. Какая же блондинка, как и я. Ну, везуха, так не везуха. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok